Здравствуйте! В моем канале вчера появилось дело Алены Поповой. Почему я сейчас объясню? Ну, во-первых, это потому что мои землячки. И дело очень-очень странное. И, во-вторых, дело Алены Поповой ведется в контакте сообществом под таким же названием «Дело Алены Поповой». И, то есть, там разбираются все детали этого вот странного, по крайней мере, так скажем, происшествия. Но сейчас речь идет, конечно же, о Владиславе Бахове. И я хочу с вами поделиться той статьей, которую написали именно в сообществе Алены Дело Поповой. И так эта статья будет оттуда для размышления, для обсуждения и, возможно, для каких-то ответов на чьи-то вопросы. Итак, я хочу вам сегодня зачитать. Статья называется «Информация для тех, кто следит за делом Влада Бахова». Блогеры и подписчики на Ютубе гадают, что же админы и руководители группы Влад Баха в поисках истины. Сегодня тайна будет приоткрыта. Итак, поехали. Участники группы «Дело Алены Поповой» прекрасно знают, что все это время противостоял защитникам Алены Поповой и какие методы использовались оппонентами. Конечно же, это наша любимая группа отбитых на голову алкозависимых антикоинов, просторечие антики. Для тех, кто не в курсе, что это за группа, поясняем. Четыре года тому назад гремело дело Виктора Коэна, которого обвиняли в убийстве своей гражданской жены Галины Калядзинской. «Извините, дело было мутное, так как тело девушки так и не нашли, а самого Коэна повязали спустя почти три года после ее ухода в неизвестном направлении. Так об этом деле даже сняли передачу «Битва экстрасенсов». Вот тут остановлюсь и опять скажу, опять все те же лица, что, допустим, и в деле Владислава Бахова. Продолжу. А также один из известных блогерских каналов высказал свою позицию по поводу ситуации, связанной с делом Виктора Коэна. На тот момент группа антикоины уже вовсю набирала обороты и, судя по названию, занималась только темой Коэна. Админом и создателем группы был некий персонаж под ником Дин Винчестер, который, как оказалось впоследствии, являлся сотрудником полиции, занимавшимся делом Виктора Коэна. Позже этого Винчестера самого посадили за взятки и прочие махинации. Таким образом, группа антики осиротела. Но Винчестер оставил после себя пулю в виде пухленького блогера под ником Хоррор Стори, а также который безуспешно ввел какой-то никому неинтересный канал на Ютубе. И так Хоррор Стори в просторечии Хорек полностью сменил политику группы, окружил себя кучкой сомнительных дам, которые каким-то образом имели отношение к органам следствия и были родней полицаев. Говоря простым языком, в группе собрался своеобразный винегрет из неудачниц, карьера которых не состоялась по причине их недалекости. Следователи из глубинки нашей необъятной родины или отпрысков ментов, которые скучали и нигде не работали, живя на средства родителей, добытые непосильным трудом. Считая себя элитной полицейско-следовательским поколением, эти убожества стали интересоваться громкими уголовными делами, но не только интересоваться, а активно принимать участие в их обсуждении. Тогда же они придумали клички всем, несогласным с их мнением, называя людей хомячками, а блогеров – блохерами. Есть еще, конечно, и любимое словечко – «эксперт». Ничего не напоминает вам? Когда по телевидению стало мелькать дело Алены Поповой, то эта шайка быстро его подхватила, побежала гадить в инстук к сестре Алены, которая пыталась только что привлечь внимание к беспределу, который с первых же дней творился в деле. Параллельно они успевали обсуждать все это на своем телеграм-канале, где у них имеется свой чат. Там они и вынесли свой веский вердикт Алене Поповой – виновна. Не будем долго описывать все проделки и мерзости, которые устраивали антики, но приведем такие ниже несколько фактов тезисно. Первое – подделка переписки, создание страниц клонов. Вот это мне очень будет интересно вам зачитать, а вам, наверное, поразмыслить, что сейчас творится у нас на каналах YouTube. Первое – это подделка переписка, создание страниц клонов. Второе – вбросы. Третье – набеги небольшими группами на паблике группы инстук, где обсуждалось дело Алены Поповой и устраивание там цирка. Но, как я понимаю, что это также переходит и на другие соцсети и платформы, допустим, такие как YouTube. Четвертое – антики много пьют, а когда выпьют, то их тянет на творчество. Поэтому они валяют шажи, демотиваторы, карикатуры, надписи на фото, а также в ход пошел и фотошоп. И пятое – проспавшись, они пытались требовать материалы уголовного дела, а не получая их, шли искать компромат на защитников Алены Поповой. Компромат на защитников. Находили в сети родственников защиты и писали им угрозы, гадости, негнушались и шантажу. Шестое – создали отдельные паблики или группы в противовес защите. Одна из таких групп достаточно лжи. А также еще несколько разнообразных похабных пабликов, куда гигами выгружались фото защитников Алены с надписями или искаженными в фотошопе. Седьмое – иногда они гадили по-крупному, умудряясь внедриться к потерпевшим, убеждая тех отдать им материалы дела, настраивая их против Алены и ее семьи. Давали им советы, контролировали ход судебного процесса. На небезвестном форуме «Тайноле» по сей день идут горячие дебаты по делу Алены Поповой. И вот тот самый разгар баталии в сети и на ТВ появляется дело Влада Бахова. Конечно же, пройти мимо такой вкуснятины эти шакалы просто не могли. Таким образом, засунув свои сизые носы в группы, где обсуждалось дело Бахова, антики быстро поняли, что их мнение «сам ушел» не будет иметь популярность. И также я в это видео свое включу вам несколько отсюда фотографий и картинок с скринами. И вы поймете, о чем идет все это дело. Почему эти два дела так сравнили, но вот я решила зачитать. После чего появляется группа Влада Бахова в поисках истины. Почему же эти диваны алкоэксперты сделали вывод, что Влад сам ушел? Все просто. Кое-кому из шайки очень не понравилось, что народ погнал на Сальвар. Все. Этого было достаточно, чтобы не вникая ни в какие подробности, антики начали разворачивать свою кампанию против родителей и людей, которые придерживаются криминальной версии. Но, видимо, не вся группа разделяла мнение защитников Сальвара. А также какая-то часть была погружена в дебаты и в войнушку по делу Алены Поповой. Поэтому отпочковались не все, но таки большая часть, а также небольшая часть. Позже они вышли на Сальваровцев, поддержали их, рассказали о своей «крутости» в кавычках, а также, возможно, подлезли к родне 12 ребят. Таким образом, сколотив ОПГ под названием «В поисках истины». И вот такая вот зарисовочка в виде скриншота была опубликована, то есть выложена на странице Алены Поповой в поддержку резонанса Влада Баха. В первую это была выдержка из антикоинов, и в ней написано. В первую очередь мы хотим поддержать Влада Баха в «Поисках истины». Это самая адекватная группа, которая анализирует и разбирает этот случай, ссылаясь на профлитературу. Также они разоблачают всю ложь, которая витает вокруг этой истории. Ходят слухи, что админы этой группы как-то связаны со стороной 12 подростков. Однако это не так. Мы знакомы с этими людьми, и они не имеют никакого отношения к какой-либо из сторон. Более того, некоторые из них являются давними участниками нашей группы, и их цель разобраться в этом деле, найти истину и остановить мракобесие, которое творится вокруг пропажи Владислава Бахова. И тут есть подписочка. Есть между нами что-то схожее, не правда ли? В свое время наша группа зародилась по тем же причинам и имела такие же цели. Ну а теперь по фактам. Так как группа в «Поисках истины» закрыта, то ссылки на посты будут, конечно же, недоступны. И только после вступления в группу вы сможете это увидеть и услышать. Итак, 6.04.2019 года в Демидово, в Смоленской области, во время вечеринки с друзьями, пропадает 16-летний подросток Влад Бахов, который в состоянии сильного опьянения уходит в лес. Его тело обнаружено 29.01.20 добровольцами ПСО «Сальвар» в полутора километрах от пикника. Судя по положению, подросток просто замерз. Легко одет и замерз насмерть при температуре плюс 8 и ниже. Найденные останки свидетельствуют, что подросток умер сам. То есть вот такие заключения. Вот такой скриншот тут я вам приложу. Возможно, в этом видео будут скриншоты в разнобой, но я вам читаю по тексту. Дальше вы можете сами сделать свои выводы. И также продолжаю зачитывать эту статью. К слову о блогерах. Опыт засирания блогеров у антиков уже имеется. Тут так пишется. И они в свое время надавили на Ракамака Фо, вынудив их публично отказаться от своих слов в поддержку Коэна. Что же сейчас наблюдается на ютубе? Блогеры, которые освещают дело Бахова, постоянно подвергаются нападкам, троллингу, шантажу, хейту и так далее. И дальше я вам также прилагаю скрины, что описывается. Вы поймете каждый, конечно же, по-своему. Я никому свое мнение не навязываю. Но вот такая статья мне попалась. И еще раз говорю, мне нужно было как-то донести ее до вас, чтобы самой понять, имеет ли место быть. Опять же, вот это все теперь уже в производстве Дела Бахова. Но все шишки летят только на 12 ангелочков, а шайка у канавтов как бы в тени. И все бы так и шло, если бы не дешевые амбиции этих примитивных существ. В группу в поисках истины всегда приписывают только к 12 подросткам и их окружению. А великие труды компашки из антикоинов остаются в тени. И тут Остапов понесло. Мы долго терпели, пишут они в посте, который не так давно разместили у себя в курятнике. Пройти мимо такого было сложно, но мы сдерживали себя, держались до последнего. Но шкала терпения до предела, на пределе, а значит пора расставить все точки над им. И так тут также появляется у меня последующий скриншот и под названием Влад Бахов, театр кукловодов. Приветствуем вас, Антики, в нем пишется. Вот уже несколько месяцев нам не дает покоя интернет-истерия, которая искусственно создана вокруг пропажи подростков в Смоленской области. Еще раз в первых публикациях про Влада Бахова мы заметили, что пропажа парня умело раздувается телевизионщиками. Но мы даже не представляли, что все может перерасти в такой масштаб. Интернет буквально кишит огромным количеством безумных версий, сумасшедших предположений и экспертных мнений с диванов. Каждый считает своим долгом заменить собой следователя СК. Пройти мимо такого было сложно. Но мы сдерживали себя, держались до последнего, но шкала терпения на пределе. Что? Неправильно опохмелились? Или это новые методы? Новые методы, или же, как тут написано, или же это новые методы, симптомы белой горячки? Кто бы такие со своими точками? Оппоненты у вас хомячки. А знаете кто вы? Вы блохи на шерсти хомячков этих. Но надо отдать должное их хитрозадостей. Отпочковав тему Бахова в отдельное сообщество, они как бы подстраховали свою группу. Ведь если будет дан ход, начнутся аресты и суды, то их основная группа как бы тут ни при чем. Верно? Так получается. Ну а сообщества под названием в виде как поиски истины, они всегда могут утопить, удалить ее и от греха подальше. Какая там группа? Да мы тут ни при чем. Ну да, мы были там из антиков пара хромых блох. Да и все, это дело не наше. Именно такие отмазки планировалось говорить в случае фиаско. Но тут под вопросом. Тот, кто слышит о них впервые из этой статьи, наверное, задастся вопросом. Для чего это надо? Какой выхлоп от всех их действий они получают? Примите добрый совет. Не пытайтесь понять эту логику. Эти люди годами страдают подобной фигней. Это их стиль жизни, хобби. Любовь к искусству, в кавычках, если так угодно. Также хочется отметить, что их бомбит от того, что блогеры получают донаты от подписчиков, материальную поддержку. Уж так они вопят об этом, аж слюной давятся. Сами при этом клянчат бабки у своей подписоты. Насчет денег там отдельная тема. Такие только ухищрения не применялись, чтобы состричь хоть чуток купончиков. Ну а и сборы на детей объявляли, которые быстро прикрыла поддержка ВК. Также пытались размещать рекламу, но в итоге просто вышли с кепкой к подписоте, припевая у Курского вокзала, «Стою я молодой, подайте Христа ради, червонец золотой». То есть, как мы видим, тут тоже промышляется по словам сообщества Алены Поповой. И я прихожу к такому мнению, что, скорее всего, вот эти вот комментаторы, которые сейчас гуляют, или какие-то левые каналы, или же некие блогеры, прикрывающиеся какой-то добротой, имеют отношение именно к вот таким, я не буду говорить, что именно к антикоинам, но именно вот к такому стилю сообществ, которые делают как бы резонанс в резонансе, внеся свои вот эти ломаные гроши сюда и делая раздор среди людей, также высмеивают ситуацию, связанную именно с трагедией. И так тут дальше пишется. Так что, баховцы, гоните в шею этих блог. Ну, вот опять же остановлюсь и скажу, что многие поддаются вот этим комментаторам, которые приходят, как я объясняю, что для меня это заблудившиеся люди, но они прозреют и все прекрасно поймут. И так далее. А для алканавтов у нас есть вопросы. Каким образом в ваших пустых головешках совмещается рьяная защита, при этом гнобление родителей Бахова, вот, и так далее. И тут же опять и те, и другие потеряли, как пишет у ребенка, двойные стандарты или очерненное паскудство. Когда-то прикрыто то, что нужно прикрывать потерпевшей, вы рвете сплошные свои блошные опы. И якобы защищая убитую там горем мать, получается. Ну, нет, видите как. Когда надо, отстаивайте свою версию, сам ушел. То не гнушайтесь гноблением семьи, которая потеряла сына. То есть вот такую статью подготовила сообщество той самой Алены Поповой, которую я перед этим выставила у себя на канале. Я никого не обвиняю, я только рассуждаю, я бы сама хотела понять. Но когда я ступила ногой на тропу, что связано с антиками, с антикоинами, мне стали пересылать подписчики такие свои, скажем, ну, не то что утверждения, давайте так я не буду говорить, дабы не подставлять никого, а свои мнения. И оттуда у меня пошел разговор с вами по тем людям, которые работают в пиар-агентствах, по продвижению каких-то интернет-продуктов и по написанию текстов. Вот эти вот, да, сэмэмэшники, как я их уже выучилась и назвала. Ну, то есть не знаю, вот как это отнести к нам, но тут как бы напрямую дело сообщества Алены относит и предупреждает баховцев, что вот такое, ребята, и будет твориться у вас. То есть она делится опытом, то, что прошла она. Да, я была в этой группе, я посмотрела, там реально обсуждается дело Бахова, и оно сейчас стоит на первом месте. Как обычно, я жду вас в комментариях, обсудить. Также прошу не негативить, потому что хомячки бегают, писари штаба получают свой оклад, и, пожалуйста, не подставляйте ни себя, ни блогеров, как бы я так хотела выразиться. До новых встреч, до новых видео. Как всегда с вами жду нашей очередной встречи. Всем удачи и добра!